Вот уже Гензи покидает прекрасный через месяц, который пришел приблизить нас к краю, который принес его запах, запомнил Гензи яркими и мечтали о нем. Рамадан уйдет, и постепенно нас охватит земная суета. Мы вернемся к тому состоянию, в котором пребывали до того, как Рамадан посетил нас. Вернемся? Разве? Сейчас мы даже не верим, что это может быть. Ведь мы в очередной собедились, как замечательно бежать в пост. Вспомнили, что поститься цивилизм – это не такая тяжкая обязанность, а прекрасная милость. Мы знаем, что читать 20 тракатов дополнительного намаза Таравих вполне возможно. Мы совершали другие дополнительные намазы, и это было вполне реально. Мы с вами не спали по ночам, ожидая царицу ночей, ночь предопределения. И это тоже казалось возможным. Неужели гость за порог, и мы сразу забудем все, чему он нас научил этот прекрасный месяц. Знаете, если мы вернемся к себе до Рамадана, то это не значит, что в нашей жизни этот гость был напрасным. Ведь он пришел, чтобы изменить нас, чтобы наполнить светом веры наши утомленные борьбы с нафсом и с поздними шайтаном духом. Пожидать нам новые духовные силы для движения вверх и в сторону рая. Целый месяц шайтан был ограничен в своих возможностях. И мы все-таки поднимались на новый уровень импадата, поклонения. Многие из нас в этот Рамадан что-то совершили впервые. Кто-то одел хиджаб, кто-то начал совершать намаз, кто-то пришел на уроки в мадресе и выучил первые буквы арабского языка, чтобы с надеянием читать священный Куран. Для кого-то вообще это был первый Рамадан в жизни и первый опыт поста. Что бы вы ни делали впервые, мне хочется пожелать вам, чтобы это стало для вас регулярно, постоянно. Даже не только вам, это и все себе делали настроение, чтобы те, что не приобрели, что Рамадан, все не дальше это, постоянствовали. Постоянство в поклонении, что может быть прекраснее этого? Надо только победить ленность души и ее зависимость от нафса. Если кто-то из нас радуется Рамадану окончанию, то это стоило бы нам наоборот плакать, потому что это радуется наш нафс. Рамадан стремительно выходит, покидает нас, но впереди у нас еще много битв, которые предстоит выделить. Следующий за ним месяц, месяц Шаваль, в котором тоже есть дни, когда люди постятся, которые очень приветствуют, держат хвост. Вот эти дни, ценный месяц. Да разве вообще бывает, у нас хотя бы один день неценный? Каждая минута этой жизни бесценна. Если мы отступим после Рамаданных побед, то оставим поле боя за нашим врагом. И он будет потихоньку нас смещать назад, отпускать, как говорится, за ступенькой, за ступенькой, спускаться вниз. Поэтому нам нужно только держаться в дирактворенной позиции, границе, но и даже вести наступление на наш нафс, на наш эго. Пуст, сунут намазы, чтение или прослушивание священного Корана, садака, зикар, одежда, фасунь, хиджаб, обузданный взор, упрощенный язык. Все это нужно нам не только в месяц Рамадан, но и каждый день. Ведь мы не знаем, сколько будут висеть наши дурные деяния в сунный день. Мы не можем сосчитать свои грешения. Мы не должны быть уверены, что сделали достаточно, чтобы на весах перевисли наши не добрые дела. Вообще, в сердце неформально должно быть страхи наказания, между страхом наказания и милости Всевышнего Аллаха. Мы должны быть где-то посередине, а не так, что мы полностью, вот, я такой плохой, зачем мне уже там намаз, зачем мне пост, я уже погряз в грехах. Мы не должны отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха. Но мы не должны быть слишком самоуверены, что для мусульманина этого достаточно. Мы тоже беспечными не должны быть. Рамадан – это та планка, которая необходима нам в последневной жизни. Нам необходимо сделать то, чтобы мы делали день, именно в дне Рамадана, постоянным и в дальнейшем. Это необходимо, хотя и сложно. Но никто не обещал, что лестница, ведущая в рай, будет легка, и, опять же, что этот путь в рай очень легкий. Что мы можем еще сделать, чтобы обеспечить себе победу? Просить Всевышнего Аллаха успехов в борьбе. Представьте только, он создал рай для нас. Он создал нас. Дал нам только одну цель – его довольство. Он только не любит, когда мы не просим его о помощи. Когда мы думаем, что сами что-то можем. Когда мы полагаемся на самих себя. Вот тогда нам становится на самом деле трудно. А положившись на Всевышнего Аллаха, Он облегчает положение человека, который полагается на Аллах. Давайте же будем учиться легким победам. Легким по милости Всевышнего Аллаха. И давайте постараемся встретить следующую, мадам, на совсем другом уровне, на совсем других рубежах. Пересилив себя, поборов себе, лень, другие недостатки. Хорошо в этот благословенный день, мадам, принятие благих дел всех мусульман и обращение к греху. Пусть Всевышний Аллах объявит нас, также подвесит нас в район. Вместе с Небесным и пророком Саим-бокалюсом Всего правильными, Всего доброго. Продолжение следует...